Итак, всем добрый день. Меня зовут Алексей Тарасов и сегодня мы будем говорить о старом добром Аяксе, а точнее о его реализации в библиотеке jQuery. Ну, понятно, что нам нужно буквально пару слов сказать о том, что Аякс это способ фонового обмена данными между страницей, чтеной, пичпичной, но главное клиентской, ее частью и частью на сервере. Когда вы вводите что-нибудь в поисковую строку Яндекса, а у вас выскакивает подсказка с предложением уточнить, что вы именно хотите найти, это как раз вариант реализации Аякса. Ну и, соответственно, уже пробуется эта штука как асинхронный JavaScript and XML. XML мы это точно заниматься не будем, а вот асинхронный JavaScript попробуем. Те, кто хорошо изучают JavaScript, они точно знают, что Аякс может быть реализован, вот это фоновое общение между клиентской частью страницы и сервером при помощи встроенного в JavaScript объекта под названием XMLHttpRequest. Но наше сегодняшнее занятие посвящено Аяксу, потому что когда у препода спросили, что вести, я сказал, что Аякс иногда выручает, помогает мне делать быстрые простые запросы, не заморачиваясь с кроссбраузерностью и так далее, и так далее. Поэтому сегодня говорим вот об этом методе. Как обычно, наш вебинар проводится специалистам с целью напомнить, что у нас в центре ведется более тысячи курсов, что у нас при записи с вебинара вы получаете бонус. С прошлого вебинара мне так никто не сообщил, какой бонус он получил, получил ли. Вот, но надеюсь, в этот раз вы обязательно его получите. Ну и, соответственно, давайте приступим непосредственно вот к всей классной штуке. Итак, буквально пару слов о самом методе Аякс. Работают они очень просто. Первым делом вы указываете название метода и прописываете URL, адрес того документа, данные из которого хотите получить. Вы можете туда указать адрес текстового файла, и тогда данные из текстового файла попадут к вам в ваш JavaScript. Вы можете указать файлы формата JSON, вы можете указать файлы, там, адрес пичпишной страницы, аиспишной, перловской, питоновской. Главное, чтобы эти языки программирования возвращали какие-то данные, которые можно пощупать. Сразу должен предупредить и напомнить, что когда вы работаете с Аяксом, начинающих всегда мучает вопрос, а можно ли я со своей страницы, со своего сайта сделаю запрос на другой сайт. Вот там наблюдаются сложности по ограничениям безопасности, поэтому и на первых порах вам советую, и сегодня я сам буду показывать пример, который будет работать на одном единственном хосте. То есть страничка с моего хоста будет обращаться к скрипту, находящемуся на том же самом хосте. Вот такая идея. Есть еще второй вариант вызова этого метода. Аджакс указываем настройки, после этого происходит запрос. Среди настроек есть очень много классных вещей. Ну, если так вот совсем поверхностно, то это указание на то, что наши запросы будут синхронными или асинхронными. По умолчанию они асинхронны. Это функции, которые должны отработать до того, как запрос пройдет или после. Это параметр, который говорит нам, что данные мы должны кэшировать, или наоборот, каждый раз нам нужно брать самые свежие данные сервера. И вот таких вот параметров много. Если о них всех рассказывать, то вебинар станет скучным, интересным. Поэтому я скорее сразу подвигаюсь к практике, а ее я буду демонстрировать на примере двух файлов. Ajax.html и Get.php, которые находятся на сервисе Amazon Cloud 9. Но с некоторого времени на курсах и на занятиях я не веду занятия вот на этом сервисе. Там усложнилась регистрация. Но, с другой стороны, я по-прежнему использую в своей работе. Поэтому, если вы захотите наблюдать, как там все происходит, в принципе, можно воспользоваться ссылочкой, которую сейчас в чат отправил. И в конце занятия отправлю еще раз всем, кто захочет экспериментов. Попробуйте, нажмите сейчас и напишите плюсик, если эта ссылка доступна, а сервер с Cloud 9 благополучно работает. Отлично. Итак, давайте посмотрим. Да, абсолютно верно. Чистая страница, там абсолютно пока еще ничего нет. Итак, первым делом, первым делом, мне хотелось бы сразу приступить к самой важной и самой рутинной задаче именно написания кода на JavaScript с использованием популярной библиотеки jQuery. Заранее я уже подключил на своей страничке Ajax.html библиотеку jQuery. Эта страничка находится по адресу, располагающемуся абсолютно рядом с тем фрагментиком, который вы сейчас посмотрели и вы тоже можете открыть. В отличие от предыдущей, эта страница, она не пустая. Там есть минимальные наборы чечной молекой. Ну там заголовок, формочка, два инпута, результат. И вот именно вот здесь вот мы будем заниматься с вами работой с Ajax. Итак, первым делом, я убедился, что jQuery у меня на месте. Вот она подключена. У меня есть формочка. Сюда я собираюсь что-нибудь писать, нажимать отправить, но запретить отправку формы, а отправлять Ajax запрос на сервер. Результат хочу выводить вот здесь. Итак, давайте посмотрим, что или чем будет сопровождаться такой фрагмент. Первым делом я говорю, что у меня есть скрипт. Соответственно, это место, где будет происходить нахождение нашей формочки с идентификатором СЕЧ и работа с ней. Говорю, пусть у меня будет глобальная переменная, но с определителем LED. И при помощи jQuery, ну раз я использую эту библиотеку, то почему бы мне сразу не найти ссылочку на эту формочку. То есть сейчас в форме что хранится? Объект, который имеет внутри себя ссылку на вот эту форму. Теперь в jQuery есть такая классная штука, как навешивание обработчиков событий. Мне даже подсказывает Cloud9, что в первом месте я должен указать события, которые буду использовать при работе. Я буду сейчас использовать события on-site. Вы потом на досуге, если захотите, сможете использовать события on-click или что-нибудь еще. А можно вообще какой-нибудь k-press, когда человек вводит какую-нибудь клавишу, через пару секунд вы отправляете запрос на сервер, чтобы вообще эта форма была без всяких там кнопок отправить. Ну а соответственно при нажатии на эту ссылку, на эту кнопку Summit форма отправляется, вызывается событие, и я собираюсь вот здесь вот дергать какие-то данные. Не забываю передать события, которые всегда рядом идет с какими-то действиями. Вот как-то такой какой-то кусочек. Теперь, поскольку я хочу, чтобы форма у меня не отправлялась, я вынужден предотвратить отправку. Беру и говорю, превент дефолт. Теперь, когда я буду нажимать на нашу формочку, она у меня отправляться не будет. Ну давайте проверим. Беру и говорю, ну например, это писать не надо. Беру и говорю, reaction, равняется, слэш, что-нибудь вот так, сохранил, обновил, чего-нибудь внес, говорю, отправить, отправить, отправить. Видите, форма не отправляется. Это благодаря тому, что мы написали и в превент дефолт. Отлично. Дальше я нахожу ссылку на элемент формы с идентификатором тест. Текст. Я заранее идентификаторы вставил для удобства, для своего же. Беру и говорю, вот у меня равняется переменная т, которая находится как, опять, ссылочка на этот текст. То есть, что такое т? Ну, по аналогии с формой, это jQuery, обертка вокруг нашего импута. А дальше, мне же нужен не сам элемент, мне же нужно его текстовое значение, вот то, что я сюда внесу. А дальше я беру и говорю, мне нужен точка val. Этот метод в jQuery забирает данные из элементов формы. Ну, и так, чтобы победиться, чтобы ничего у меня не сломалось, пишу раз, два, три, четыре, отправить. Он говорит, раз, два, три, четыре, окей. То есть, действительно, alert val отрабатывает хорошо. А теперь начинается самое интересное. Я говорю jQuery и вызываю метод Ajax. Вот он, самое главное действие. То есть, каждый раз, когда будет отправка нажиматься, будет выполняться Ajax запрос. Удар, он будет выполняться. Прописываем. Первым аргументом у меня будет файл, который называется get.php. Это та самая пустая, чистая страничка, которую я вам указал, в которой сейчас ничего нет. А дальше я указываю вот здесь объект с настройками. Можно было бы его и не указывать, но всегда хочется покопаться внутри сеттингов и, возможно, переназначить некоторые, которые по дефолту изначально установлены. А иногда просто для того, чтобы сориентировать всех, на что там можно отправлять. Значит, я хочу, чтобы у меня данные отправлялись методом get. Ну, вообще-то говоря, Ajax, jQuery и так по умолчанию методом get все отправляет. Ну, если вдруг вы задумаете пост, написать, то вот сюда просто впишите пост и все. Дальше указываю, какие данные мне должны быть отправлены. Для отправки данных мне понадобится свойство data в этом сеттинге, jQuery об этом знает. А вот тут параметр, который, давайте я его назову как текст, параметр, который будет именно отправляться на сервер. Он должен заранее быть продуман и разработчику клиентской стороны, и разработчику на сервере. И дальше говорю вот здесь вот текст. Ну, помните, да? Текст – это кусочек текста, который будет приходить у нас из фондача. Что еще нужно интересного здесь можно добавить? Ну, можно сказать, что кэш у нас будет true. То есть все будет тишиниться. Хотя, если по-хорошему мы, например, получаем остатки товаров в базе, там, или там, из данных с интернет-магазина, то лучше здесь писать фонус, чтобы проследить, как все работает. Еще два последних свойства мы укажем. Это будут функциональные свойства. Когда мы отправили запрос, особенно асинхронный, мы всегда ждем ответа. И ответ может быть либо положительный, либо отрицательный. Вы подходите к автомату, монетку кинули, что вы ждете? Либо стаканчик кофе, либо обратную монетку. Ошибка или все нормально? Так вот, если мы ожидаем fail, у нас проблемы, можно сразу тут не стесняясь сказать, alert, все пропало. Ну, как обычно, да? Ну, понятно, что на практике вживую вы там не будете делать alert, да еще и все пропало. Зачем так сильно смущать разработчиков, клиентов особенно? Ну, для нашего тестового варианта это подойдет. И дальше, если все нормально, мы говорим success и дальше что? Указываем функцию, которая у нас будет заниматься обработкой данных. Вот как только запрос аяксовский получится, выполнился, мне эта функция вызовется. И данные, которые придут из get.php, попадут вот сюда. Я так и говорю, данные, вот в этот аргумент data. Ну, и соответственно, нам с этими данными нужно что-то будет сделать. Ну, давайте предупредим всех, что все хорошо. Во-первых, данные пришли. Данные пришли. Так, это вот радостный момент. Дальше я говорю, что мне нужно из jQuery найти вот этот div с идентификатором result и внутреннего эти данные прописать, которые пришли. Вот так. Функция вызвалась, данные пришли. Вот сюда врезал, записал. Вот здесь это все должно появиться. Вот. Ну, вроде бы как клиентская часть готова. Вроде бы как все хорошо. Единственное, что я вот вдруг вспоминаю, что когда вы данные перекидываете туда-сюда с клиента на сервер и обратно, в первый момент, вы их можете отправлять HTML, вы можете отправлять их JavaScript, вы можете отправлять их JSON, вы можете отправлять их текстплейным, обычным текстом. Я вот всегда люблю данные отправлять при помощи JSON, потому что, ну, как бы так и строго, и круто. Поэтому я люблю данные, которые я прибыл, я точно буду знать, что они JSON. И, используя встроенный объект JavaScript JSON, я эти данные в строчку перепарсю, чтобы спокойно иметь. К сожалению, это обязывает меня, что на сервере тоже нужно теперь это предусмотреть. Но ничего страшного, все будет нормально. Ну, что, попробовать или не попробовать? Давайте попробую, как это работает. Пока что ничего хорошего тут не должно быть, но все же. Один, два, три, отправить. Данные пришли. Ну, мы с вами никаких данных сейчас не видим, потому что там реально ничего с сервера не отправилось. Ну, и у нас маленький перерыв на вопросы. Пожалуйста. Следующий момент, о котором я хотел бы вам рассказать, это реализация уже непосредственно самого чего? Гет. PHP. Я выбрал PHP, потому что я постоянно с ним работаю. Вместо PHP тут бы мог быть любой другой серверный язык программирования или вообще статический файл. Но, зная, что нашим слушателям не нравится просто грустный статический файл, я решил выбрать PHP. Итак, первым делом на PHP я создаю здесь массив, и я заранее для себя решил, что это будет массив имен. Здесь у меня будет Джон, здесь у меня будет Джонни, я его записал вот так, не знаю, может быть это не совсем правильно, но, по крайней мере, я так спланировал. Потом у меня будет Natalie, и вот здесь у меня будет N, или AM, давайте AM просто дольше. Что это такое? Это обычный PHP массив. Я хочу, вбивая данные вот сюда, находить такие имена, внутри которых есть одна или несколько букв в последовательности. То есть, если я набираю вот здесь вот John, J-O, и говорю отправить. Я хочу, чтобы у меня Джон и Джонни появились вот здесь, на клиенте. Ну и как же это сделать? Первым делом я говорю, что я хочу получить GED-запрос из... откуда? Ну, в данном случае из URL, можно сказать, просто из адресной строки. А вы помните, что мы в AJAX указывали вот здесь текст. Вот это вот название параметра, оно как раз и будет отправляться. И мы его вот здесь получим. Все знают, что получать вот так GED-запрос, это постыдно. Поэтому мы делаем получше. Мы говорим, если он не пустой, да? Дальше, что там? Вопросик. То в этом случае мы помещаем в наш текст этот параметр, предварительно его, почистив от пробелов и сделав StripeTax. Ну, кто не в курсе, это стандартная чистка параметров, GED-параметров от всяких там тегов, от всяких там пробелов и всего остального. Ну, а в конце говорю, что у меня будет просто пустая строка в тег записываться. Дальше просто. Если у нас будет параметр текст пустой, то есть человек ничего не внес, по-хорошему, это даже на клиенте можно было бы проверить. И, кстати, Евгений говорит, да, из формы, не из адресности, так из формы. Мы говорим, если пустой параметр текст, то что, дальше работать не будем. А зачем? Что там в скрипту нужно выполнять? А вот дальше идет самое интересное. На основе вот этого массива я хочу получить новый массив. В PHP есть замечательная функция, она называется ArrayFilter. Она на вход получает входной массив, и вторым аргументом она получает функцию Callback, которая должна вернуть True или False, проходясь по каждому из элементов массива. То есть, если я говорю для Джона и для Джона True, в Res у меня попадет опять, опять попадут эти две строки, и массив будет из двух строк. Если я там наберу букву A, то Натали и Анна попадут, а Джон и Джон не попадут. Ну, я не буду тут слишком заморачиваться. Я скажу, что параметр текст у меня сейчас вот тут будет глобальный, чтобы не помещать там под теми как-то эту функцию. И дальше воспользуюсь такой вот функцией StarPose, которая находит у нас что? Внутри моего элемента var, то есть каждого отдельного слова, вот этот параметр текст. И если это не равно False, если оно там нашлось, я говорю, что это будет True. Иначе я говорю, что это будет False. Ну, в общем, так устроен этот Callback. Надо вернуть либо True, либо False. Когда я готовил наш вебинар, я столкнулся с проблемой, когда я вводил Джей маленькую, он у меня не находил Джона Джон. И я, конечно, взгрустнул, потому что по-хорошему эти данные должны не просто из массива в третьей строке браться, а откуда, откуда они должны появляться данные. Ну, так, в боевом сайте. Из базы данных. Но если базу данных взять для бесплатного вебинара, как у нас сейчас идет, то занятие продлится на гораздо больше срок. Поэтому я просто решил использовать функцию STR-to-Lower, которая занимается приведением к нижнему регистру и самих слов массива и входного параметра текста. Все. Готово. Вот как-то так. Ну, а потом на выходе я просто говорю R-O, и распечатываю, что вот этот вот наш массив-рез. Настала пора тестировать наш кусок кода. Первым делом я призываю тех, у кого ссылка рядом, открыть строчку GET-CHP. Вот я ее открыл, да? Дальше я говорю. Вопросик. Там будет путь вправо. Текст. Текст. Равняется. И пишу джо. Джо. Нажимаю Enter. Вот у меня сейчас появился джо и появился джон. Е. То есть скрипт выполняет свою работу. Так, джаваскриптом тут еще пока не пахло. Я чисто на пичпита делаю. Попробуем с буквой A. Маленькая. Эй. Маленькая. Раз. Натали и Анна. Ну, тут мне что-то не понравилось, что вот в этом случае у меня вернулся, я вижу, джесон объект, да, а там у меня вернулся что? А там у меня вернулся джесон массив. Это, конечно, не совсем такой вот хороший момент. Хотелось, чтобы было единообразие. Сейчас, когда вебинар закончится, буду тестировать и смотреть, что не так. Но главное, данные возвращаются. Что делаем дальше? Дальше начинается тестирование того, как у нас это работает из-за джакс-html. Итак, самый трепетный момент. Если переживаю, чтобы все получилось хорошо, потому что если вот тут что-нибудь сломается, то как бы времени на исправление особо уже не остается. Давайте, чтобы мы на код не отвлекались, вообще вот эту вот в отдельной странице откроем. F12. На всякий случай будем контролировать в спонсоре, как там все происходит. Итак, очень такой тонкий момент. Давайте я попробую найти Джо. Говорю, отправить. Данные пришли. Говорю, окей. Ееееееее! Мои данные получены. То есть они действительно пришли. Страница не перезагрузилась. jQuery, AJAX действий. Так, что если с буквой N, с буквой A сделаю? Да, мы и пришли. А вот с A, так, у меня ввод идет на чем? У меня ввод сейчас идет на английском, все правильно. Почему-то с A не прокатывает. Сейчас попробую еще раз посмотреть, что не так у меня здесь было. А вы пока убедитесь, проверьте, что он поджог в этом отрабатывает. Как вариант, можно еще вот здесь попытаться сказать, что у нас кеширование. Ну, это не в кешировании, точное дело. Сто процентов не в кешировании. Отпарсили. Данные получили. Сейчас еще раз это проверю. Так, здесь у нас пусто. Здесь у нас по букве H у нас данные пришли в Джонни. Нормально. По Y у нас данные пришли опять в массиве. По двум бокам МКЛ у меня вернулось. Ничего не вернулось. В общем, он у меня данные возвращает, но отрабатывают они мне не совсем так, как хотелось бы. Может быть, стоило бы для того, чтобы именно вебинар по jQuery, AJAX был засчитан. Вот. У меня бы вот тут вот отрабатывало бы это все дело в консоли. Ну, потому что надо же как-то хотя бы это дело логически завершить. Проверяем. Эй, говорили, отправить данные пришли. Вот они, Нэтали и Анна. Вон они, да? Вот здесь вот говорю, NN пришли, данные пришли, Джон и Анна. Здесь где-то у меня алерт был, я его закомментирую. Вот. И теперь обновил страничку, можно еще пару раз протестировать. У нас Джон. Джон как массив идет. Здесь как массив идет. Ну-ка, HN идет тоже как массив. HN идет у всех и идет. Ну, начиная с сейв, я тут почему-то так учился. Итак, мы убедились, что когда мы используем jQuery, AJAX, мы записываем в достаточно лаконичный код, чтобы сделать запрос на сервер без перезагрузки страницы. И я очень надеюсь, что вам эта демонстрация понравилась. И мы, как обычно, приступаем к вопросам. Прежде чем вы их озвучите, я хотел бы подытожить, что ближайшие наши занятия, которые будут посвящены jQuery, можно посмотреть на странице jQuery. Если память не изменяет, ближайшие занятия будут 16-17 числа. А если вы хотите ко мне попасть в группу, то это будет 30 июля, 30 июля по вечерам. Вот. На этом наша официальная часть вебинара подходит к завершению. Всем большое спасибо и до новых встреч. Итак, если мы пропишем при вардам, посмотрим, что приходит. У нас, когда мы запрашиваем элементы так, что начинается результат не с первого элемента, у нас индексы попадают вот сюда. А в противном случае не индексы. Как это исправить? Очень просто. Раз это у нас массив, то в этом случае... Не-не, Евгений, у меня более классная идея есть. То в этом случае мы возьмем и скажем, Ray Values из этого массива. То есть какие бы там индексы не были, мы получим, что нужный нам результат из Values. Вот давайте тестить. Так, это у меня A. Вот у меня Natalie Anna. Вот у меня все подряд. Нет, не все подряд, это 2N. Вот они у нас все подряд массив. Вот у нас J.O. Итак, у нас все работает. Теперь можно посмотреть Ajax, HTML. Ну, я уже тут не сомневаюсь, что тоже будет все работать. Вот N.N. Вот идет A. Запросы уходят на сервер, приходят обратно. Вот так. Итак, подытожим. Мы написали с вами клиентскую часть, которая представляет собой кусок JavaScript кода, использующий метод jQuery под названием Ajax. При нажатии на кнопку мы отправляем запрос на сервер, на страничку get.php. Страничка get.php возвращает по тому, что мы сделали в форму данные, форматируют их в виде строки JSON-овской, и на выходе мы получаем вот такой результат. Из того, что можно было бы еще улучшить и стоило бы улучшить, это прописать заявки, что у нас уходит JSON, а не просто так, как у нас сейчас PHP есть. Прописать кеширование, настроить ключи и так далее, и так далее. Изменять можно и улучшать бесконечно. Но программу минимум вы на сегодня с вами сделали. У нас вопрос в чате. А как делается в Яндексе, что подсказки вылетают сразу, без отправить? А как делается, чтобы сразу без отправить? Ну, я попробую рискнуть и предположить, как это показать прямо здесь и сейчас. Это опасный трюк. Значит, смотрите. Вот эту вот функцию, которая у нас выполняет запрос на onSummit, вот здесь вот. Я пропишу как функцию go. Вот она. А чуть ниже скажу, что эта функция go вот здесь у меня присутствует. События, все остальное. Ну, понятно, что я сделал. Я просто вынес ее в один место. Проверяю, ничего ли там не сломалось. Понятно, отправить. Все работает. А дальше говорю. Круто. У меня есть идентификатор search. У меня есть идентификатор text. Что если мы повесим обработчик события на наш вот этот вот input? Ну, сказано, сделано. Копируем вот этот кусок хода, вешаем обработчик вот сюда и говорим, ты у нас поле текст, и как только мы на тебя нажмем, выполнится go. Понятная идея, да? А сразу вспоминаем, какое событие у нас можно повесить на то, чтобы, когда человек нажимает клавишу, у нас что-то отрабатывает. Что это за события? Ну, там есть несколько разных. Одно из них, например, K-Press. Евгений, внимание. Этот пример, конечно же, тестовый, учебный, лабораторный, потому что если вы сделаете на K-Press, у вас на каждом действии будет отправляться запрос. То есть, так никто не делает. Обычно стараются сделать так. Клавишу нажали, там несколько соток, микросекунд подождали. Если не нажимается, то мы начинаем искать. Если что, если так далее. Ну, я просто говорю, что так обычно не делается, а как бы стараются сделать пауз. Обновляю станицу и пробуем смотреть. Другую. Эм. Эй, эм. Эм, 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 эм. Это он особо у меня сейчас не... Надо посмотреть, что за ошибка показывается, если она не показывается. Это моя чтимая страничка. Это консолька. Здесь пытаюсь что-то вводить. Он говорит, onExpected Ender JSON Input. В какой там строке у меня это происходит? В сороковой. Посмотрим, что в сороковой строке у меня так. Да, немножко перепутал с методами. Kia. Когда клавишу нажимаем, данные уже внесены, и мы будем нужный вариант получать. Вот захожу на нашу страницу. Чистая страница. Говорю, Jay. Раз, он пришел мне ответ. Я говорю, Джо. Ответ. Джо. Джон. H. H. Ответ. Говорю, N. Все есть. N. Джонни Яна. И так далее. Ну вот, кажется, еще суббонку вопросов, например, мы разобрались. Я думаю, стало понятно, где и как это все работает. Но в нашем примере, который мы написали, можно теперь кнопку закомментировать. Закомментировать. И вообще, теперь будешь очень крутыми разработчиками. Каждый раз получаем нужные данные. Парсик только теперь осталось на стороне клиента более красиво. И так вопросов нету. На несколько мы ответили. Даже те, которые не приполагают. Есть вопрос от Макса. Какие есть аналоги от Jax? Вы знаете, есть достаточно грустные аналоги от Jax. Это, во-первых, технология айфреймов, которая уже очень старая, грустная. Есть такая штука, как Jason P. Вот она тоже иногда некоторыми используется. Если говорить о современных вещах, то я бы выделил веб-сокеты, потому что именно они позволяют реализовывать такие вот работы, как онлайн-чаты, которые моментально передают данные туда-сюда, от пользы клиентов и обратно. У Ajax есть очень серьезная проблема. А именно в том, что, хотя вы и сделали круче, и теперь у вас уходит не весь запрос, почти кипишный на сервер, но все равно запрос уходит. Уходят заголовки, уходит там много дополнительной информации. И получается, что если у вас будет высоконагруженный сайт, то вы потратите очень много времени на то, чтобы справляться с этими проблемами. А веб-сокеты позволяют организовать фактически онлайн работу и облегчить жизнь.